Здравствуйте, здравствуйте! Я вас приветствую на своем уроке по чистописанию. Меня зовут Евгения Астурова, я каллиграф, мастер-гравер, автор прописей по исправлению почерка для первых-четвертых классов. Начала я свою преподавательскую деятельность еще в далеком 2016 году, и я исправляю почерк детям и взрослым. Ну и, в общем-то, основной мой профиль — это, конечно же, дети от 7 лет. Итак, немного расскажу вам про урок, что вам потребуется сегодня. Вам обязательно потребуется линовка, вам обязательно потребуется пишущий инструмент. Это может быть такой инструмент, как линер, это может быть гелевая ручка, это может быть простой карандаш или даже остроконечное перо и тушь. Все-таки на данном этапе я не рекомендую вам работать пока шариковыми ручками, и начать можно все-таки с простого карандаша. Работаю я по советской методике, по советской методологии, которая приносит хорошие результаты, поэтому настраивайтесь на продуктивный урок, берите с собой хорошее настроение, и мы начинаем. Ну что, давайте перейдем с вами к практике. Я немножко коснусь темы карандашей, инструментов, ручек и так далее. Я лично рекомендую вам использовать все-таки линер в большей степени. У меня есть вот такой линер, называется Брауберг 4 мм. То есть, в принципе, 4 мм вполне комфортный размер. Я думаю, что вы можете найти линер в любом канцелярском магазине, это вообще не вызывает никаких сложностей. Мне очень нравятся гелевые ручки. Гелевые ручки вот с таким, получается, пишущим узлом, достаточно тоненьким. В общем, комфортно ими писать, тоже можете их попробовать. Дальше, если нет возможности никакой ручки, возьмите просто обычный простой карандаш, просто хорошенько его подточите, и можно, собственно, работать и им. Если у вас уровень ПРО, то вы можете приобрести остроконечное перо, вы можете приобрести себе тушь и работать в этой прописи пером и тушью. Ну, или у вас уже, например, это все есть. Помним, да, что усики у нас раздвигаются. Получается, когда мы пишем сверху вниз широкая линия, снизу вверх тонкая линия. Это, собственно, основной принцип работы остроконечным инструментом. Я начну и буду работать с линером. И первое упражнение, то есть, во-первых, вам нужно обязательно распечатать данную пропись. Ссылочка будет обязательно, она есть у меня в телеграм-канале. Либо я прикреплю к этому видео ссылку, чтобы вы всегда могли скачать. Здесь линовка эта взята из советских прописей, из советских учебников, и мне очень комфортно на ней работать. У нас, получается, есть верхняя линия рабочей строки, нижняя линия рабочей строки, есть средняя линия рабочей строки. И если мы посмотрим сюда, у нас, получается, есть вспомогательная верхняя линия и нижняя вспомогательная линия, которая дает нам возможность понять, до какого уровня нам ввести элементы с петлей. Но это уже конкретно, когда мы разбираем с вами буквы. И первое упражнение, самое простое. Мы будем работать с вами, просто писать обычные палочки по наклонным. Первая задача, которая у нас стоит, нам нужно, чтобы палочки были ровные и касались верха и низа рабочей строки. Дальше, как мы работаем инструментом, как мы его держим. Это тоже очень важный вопрос, правильный хват. Получается, что держим мы инструмент средним и большим пальцем. Наш указатель слегка придерживает. Мы ни в коем случае не сжимаем до такой степени. Мы просто придерживаем наш инструмент. И получается, что, если я вот так поверну, у меня линер проходит либо по косточке, либо чуть-чуть ниже косточки. И вот этот край мне будет смотреть в плечо. Это касается любых пишущих инструментов. Что касается остроконечного пера, то, допустим, мы с вами пишем ручкой, мы можем повернуть вот таким образом кисть. Если вы будете работать остроконечным пером, вам нужно будет кисть повернуть вот так, для того, чтобы у нас бусики равномерно раздвигались. Давайте начнем. То есть мы вот таким образом прописываем палочки. Выбирайте для себя максимально комфортную скорость. Но я не рекомендую торопиться ни в коем случае. Здесь мы никуда не бежим. И основная задача – максимально качественно выполнить это задание. И таким образом мы до конца строки дописываем. Следующее упражнение. Мы в одной с вами клеточке. Вот у нас клеточка будет выглядеть вот так. Чтобы было понятно. От одной косой линии до второй косой линии. И вот в этом пространстве мы с вами должны написать три линии. Раз. Два. Три. Отступаем клеточку. Раз. Два. Три. Можно сделать это упражнение вот таким образом. Но мне комфортнее выполнять по очереди линии. Важно, чтобы расстояние между этими линиями было равным, равномерным. Вот это вот основная задача. Ну и естественно, чтобы линии были ровные и стояли на строке. Это у нас все продолжается. Следующее упражнение. Мы пишем с вами две палочки. Соединяем их диагональной линией. А между ними мы проводим линию на две клеточки. Сложно. Сейчас объясню. Значит, первое, что мы делаем. Мы пишем палочку. Потом диагональную линию. Снова палочку. Сверху вниз. И уже между ними мы на две клеточки диагональную линию пишем. Можно без отрыва руки попробовать написать. Можно руку отрывать. Здесь мы работаем с пространством. Четко понимаем размеры, расстояния между нашими элементами. Следующее упражнение похоже на предыдущее. Только здесь мы три, получается, палочки соединяем между собой диагональной линией. И между ними также расстояние две. Мы пишем вот таким образом. Здесь все-таки я рекомендую руку отрывать, чтобы максимально точно нам попасть вот в этот угол. И так мы продолжаем до конца строки. Следующее наше упражнение будет чуть сложнее. Но зато оно будет у нас более творческое. Мы с вами очерчиваем здесь четыре клеточки. Начинаем от верхней вспомогательной линии. То есть мы как будто бы себе размечаем вот такие прямоугольники под наклоном. Параллелепипеды, да? Или параллелограммы. То есть вот таким образом. Можно прям заранее себе разметить, чтобы было максимально понятно, что делать. И здесь мы пишем с вами палочки вот в этих прямоугольниках. У вас должно быть в каждом прямоугольнике девять линий. Одна, вторая, третья, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Заполнены вертикальными линиями тоже стараемся, чтобы все были у нас на равном расстоянии. Но это, конечно, по возможности. Второй прямоугольник или параллелограмм мы заполняем горизонтальными линиями. Их должно быть тоже девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И таким образом мы продолжаем с вами работать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Если у вас есть какие-нибудь линеры цветные, то можно, в общем-то, допустим, вертикальные линии одним цветом, горизонтальные другим. Если вы этот урок смотрите вместе со своим ребенком, то это тоже очень увлекательно и гораздо интереснее, когда присутствуют различные цвета. Ну, давайте еще один квадрат я вам покажу. Прямоугольник. В общем-то, не важно. Я думаю, вам понятно, что я делаю. И продолжаем таким образом до конца строки. Следующее упражнение у нас будет тоже такое интересное. Мы будем делать диагональные уже линии, рисовать прямоугольники. И давайте поставим, например, вот здесь точку на верхней, получается, вспомогательной линии. И нам нужно будет обрисовать треугольник. Вот у нас центр, вершина. И здесь у нас боковые углы. Вот такой у нас должен быть треугольник. Что мы делаем? Мы соединяем эти точки. То есть у нас центральная линия вертикальная. И от нее две клеточки слева и две клеточки справа. Дальше мы ставим точку вот сюда. Соединяем. Следующее. Вот здесь у нас будет точка. То есть первый этап мы прописываем в такой крупный треугольник, можно так сказать. И в целом все понятно, что все повторяется. От вершины две клеточки. Следующее, что мы с вами будем делать, мы будем прописывать параллельные линии этому треугольнику. И тоже стараться, чтобы они все были на равном расстоянии друг от друга. И таким образом мы прописываем полностью всю строку. То есть первое, что мы делаем, мы большой контур обозначаем для себя, чтобы максимально было понятно. И дальше уже внутрь заполняем наши треугольные формы. Следующее упражнение, которое уже больше касается букв, это крючок с закруглением снизу. Но он настолько для всех, я думаю, понятный и настолько для всех знакомый. Что мы с вами делаем? Мы начинаем его вести от верхней линии рабочей строки. Закругляем и приводим в серединку. Стараемся, чтобы здесь все-таки было округло. Не остро, а все-таки закруглять. Ну и чтобы вот этот овальчик был максимально у нас одинаковый. Но это также по возможности. Смотрим, чтобы у нас обязательно эти крючки стояли на строке. Следующий наш крючок, это крючок с закруглением сверху. Мы его начинаем из середины. Закруглили и доводим до нижней линии рабочей строки. Тоже стараемся, чтобы все было красиво, одинаково. И более округло, не остро. Также до конца строки прописываем это упражнение. Следующее, это у нас Г-образный элемент, который используется в большом количестве букв. И я немножко более подробнее объясню схему. То есть мы начинаем из этой точки выводить. Как будто бы это у нас вот такой элемент, как будто бы это у нас молния. Но у нас сверху есть закругление и снизу есть закругление. То есть мы начинаем из середины рабочей строки. И ведем линию вверх, здесь прямо, закругляем и приводим в середину. Такой у нас должен получиться Г-образный элемент. Следующее упражнение, это у нас, мы уже будем сейчас немножко коснемся букв, и мы будем писать с вами букву И. Буква И у нас состоит из чего? Она у нас состоит из крючков. Первый крючок плюс второй равно буква И. На своем курсе по чистописанию я даю изначально детям вот такую формулу. Мы работаем отрывно, потому что пока ребенку сложно понять, из чего буква состоит. И вот этот подход, он дает возможность запомнить графему. Графема это начертание буквы, и это ребенка будет обезопасен от такой ошибки, как, например, буква Ш из четырех крючков или еще что-то. Потому что при безотрывном письме у ребенка получается непонимание вообще, откуда мы начинаем, куда мы ведем, что у нас вообще здесь происходит. И потом со временем у него это превращается в набор крючков. Я по своей методике, ну и по советской собственной методике, изначально работаю отрывно, мы работаем над элементами букв, потом их соединяем уже, и потом уже переходим на безотрывное письмо постепенно. То есть этот момент тоже очень важный. Нельзя бросить все и оставить письмо отрывно, потому что это замедляет. Ну и в то же время начать сразу с безотрывного я не рекомендую. Но, к сожалению, вот у нас система образования пока вот так детей учит. Кому-то кто-то справляется, но есть дети, которым сложно. То есть первый крючок у нас мы доводим до серединки, добавляем второй. Клеточку отступаем. И второй крючок дописываем. Первый модуль у меня курса как раз рассчитан на строчные буквы. И к концу модуля ребенок уже очень хорошо начинает ориентироваться в строке. Именно на крупной линовке он хорошо видит, откуда начинать, куда заканчивать. И самое главное, что у него появляется уверенность в себе. Он понимает, как писать, значит я могу, значит я не безнадежен. И как-то, вы знаете, появляется мотивация работать дальше. Следующая буква, которую мы с вами разберем, это у нас будет буква П. Она у нас состоит из палочки. Мы добавляем Г-образный элемент. И у нас получается буква П. Палочка, Г-образный элемент. Палочка, Г-образный элемент. Естественно, мы начинаем его из серединки строки. Доводим до верха рабочей строки. Он касается до низа рабочей строки. И это тоже очень важно. Следующая буква, которую мы разберем, это будет буква Ш. Ш у нас состоит из трех крючков. То же самое, что и буква И, только добавляется еще один крючок с округлением снизу. Раз. Два. Три. Получается буква Ш. Раз. До серединки. Два. Три. Очень важно доводить все линии именно до середины рабочей строки. Не бросать где-то на полпути, потому что форма букв из-за этого меняется. Здесь у нас все слипается, поэтому это очень важный нюанс. Очень важный момент. Расстояние между буквами равняется одной клеточке. Ну, раз мы с вами коснулись работы с буквами, давайте мы и составим, собственно, слово из наших трех букв П и ИШ. Слово будет очень простое. Пиши. Итак, мы пишем палочку. Г-образный элемент. Один крючок, второй крючок, три крючка для буквы Ш, и два крючка для буквы И. Все просто. Набор крючков, честно, вот если посмотреть, ну, это у нас слово пиши в этой линовке только так. Это можно написать уже при переходе в другую линовку, можно чуть-чуть расстояние увеличить, будет более читаемо. Но нам главное понять, научиться вот на этих первых этапах. Дальше. Две клеточки у нас между словами расстояние. Между буквами одна. Между словами два. Две клетки. И вот насколько одинаковые у вас будут элементы, настолько красивым будет ваше слово. Если у вас один крючок заостренный, второй закругленный, все это не подходит нам. Все должно быть максимально равномерно. Так, ну что, мы закончили с вами пропись. Вот так она у вас должна выглядеть в законченном варианте. Сейчас покажу. Вот таким образом. И на этом работа практическая у нас на уроке окончена. Ну что, я думаю, вам понравился мой урок по чистописанию. Вы для себя узнали что-то новое, попробовали интересные упражнения. И в обычной жизни чуть больше внимания будете уделять своему почерку. У меня есть курсы по чистописанию для детей от 7 лет и, наверное, до бесконечности. Курс этот в записи. Он онлайн. Также у меня есть курс «Игровая каллиграфия», который рассчитан на дошколят от 5 до 7 лет. Суть курса – подготовить ребенку к письму и поставить его руку еще до школы. Также в курсе по чистописанию есть учительский модуль, который вы также можете применять, работая со своими учениками. Ну что, я вам всем желаю красивых букв. Пока-пока!